Во сколько замуж? Боже, такие глупые вопросы. Всем привет, вы попали на канал My Little Baby. И сегодня мы снимаем для вас новое видео вместе с Торбиахом и Есенией. Вопрос-ответ. Вы просили такое видео, и я решила ответить на самые часто задаваемые вопросы. Также я хочу вам напомнить, что у моего парня есть свой канал. Ссылка на него в описании под видео. Я предлагаю вам перейти и подписаться. На нем будет много интересных видео, и также там буду появляться я. Давайте начнем отвечать на вопросы. Хотела бы три реборных близнецов? Ну, конкретно вот близнецов я даже не знаю. Наверное, нет. Вот, например, как двойняшки Есения и Тобиах, хотя они делались у разных мастеров, да. А от близнецов, чтобы они были прям идентичные, нет. Я бы не хотела. Я считаю, что это не очень интересно. Будет видео, где будут присутствовать все реборные? Да, я думаю, что я сниму такое видео, потому что многие просят, и, наверное, оно будет вам очень интересно. Хотите совместное видео с парнем или борнами? Ну, я не знаю, захочет ли Никита сниматься. Вот. Я думаю, что может быть, когда-нибудь будет какое-нибудь такое видео, но я думаю, что вряд ли он будет очень часто появляться на этом канале. Наши личные влоги будут на его канале, поэтому переходите и подписывайтесь. Там действительно будет очень много интересных видео, наши с ним, как мы будем жить. Поэтому я думаю, что вам понравится. Будете снимать видео со всеми малышами? Уже ответила. Будет ли пополнение и каких отдадите? Я не думаю, что в ближайшее время будет пополнение. Хотя посмотрим. Я хочу сплюшку сейчас. Но сейчас упали просмотры на канале, и я не знаю, что с этим делать, поэтому пока буду снимать видео с этими малышами. У меня лежит еще два молдика. Их нужно обязательно отправить к мастеру, поэтому, возможно, к концу лета появится, может быть, еще один реборненок. Но это не точно. Собака просит у вас внимания. Да, конечно, любое живое существо хочет внимания. Какие выводы будут в дальнейшем? Я не очень поняла этот вопрос, поэтому... Когда-нибудь хотела стать реборнистом? Да, я об этом думала, и не раз. И мне предлагал этим заняться мой папа. Но мой папа очень хорошо рисует. Он собирает модели самолетов, он собирает модели машин. Он делает на них ржавчину всю-то всю. То есть он очень хорошо рисует. Но я не хочу этим заниматься, потому что это затратно, это действительно стоит больших денег. Но я уверена, что с первого раза все не получится. В принципе, ничего с первого раза не получается. Но нет, я не рискну этим заниматься. Какие недостатки есть в твоих реборных в плане прошивки и росписи? В плане ляма, я не знаю, знаете вы или нет про конфликт с его мастером. Через несколько дней у него стала стираться краска на пальцах. У него есть потертости на пальчиках, на руках и на ножках. А больше вроде бы ничего нет. Единственное, кто мне меньше всего нравится из реборнов в плане именно работы, это, наверное, Джозеф. Ну, я разочаровалась очень, когда он пришел. То есть я ожидала одного, пришел и по факту получилось совсем другое. Вот в нем я очень разочарована. А любимый мастер? Любимый мастер? Олеся Власова, мастер Тобиаха. Это безумно классный мастер, она очень общительная. Я ее действительно очень люблю. Мы с ней неплохо общаемся. Я думаю, что я к ней отправлю как минимум еще один молдик, потому что я очень хочу еще несколько куколок в ее исполнении. За сколько где ты покупала ляму? Ляму я покупала... Честно, я сегодня, когда вот сушила волосы, готовилась к видео, я вспоминала, за сколько я покупала каждого реборна. Единственное, что я смогла вспомнить, это за сколько я купила ляму. Покупала за 55 тысяч российских. Как относятся родные к каналу? У меня все родные относятся хорошо. Я думаю, что вы это прекрасно понимаете, исходя из последнего влога, по крайней мере. Все относятся к этому нейтрально, потому что все понимают, что с помощью канала я зарабатываю деньги. Это просто мое увлечение. Мне действительно нравится снимать, монтировать, поэтому мне это приносит удовольствие. Все относятся с пониманием так же, как и мой парень. Сколько лет ляму? Ляму полтора года. Хочешь изменить ляма? Ну, я бы отправила его на переделку, чтобы ему подкрасили пальчики. Хочешь продать ляму? Нет, я не хочу продавать ляму. Сколько лет ты на ютубе? Если судить по созданию канала, то там где-то два года. А если сначала выпуска видео, то чуть больше года где-то. Я на ютубе вот именно, когда канал активно развивается. Хотела бы купить еще одного реборна. Да, хотела бы купить, но в ближайшее время, наверное, покупать не буду. Не собираешься уходить с ютуба? Нет, я не собираюсь уходить с ютуба. Мне интересно и эта сфера с реборнами, и также съемки личного канала. Вот, но чертс повторюсь, все личные съемки будут на канале у Никиты, поэтому подписывайтесь, все увидите. Какой твой любимый реборн? Мой любимый реборн... Тобиах, Лиам и вот потом Есения. Джозефа... Нет, я его люблю, но просто я очень изочарована была в нем. А Алиса, она куколка на любителя, поэтому тоже такое более нейтральное к ней отношение. Сколько тебе лет? Мне 17 лет. Когда будет или не будет реборн 100 сантиметров? Вы знаете, я над этим думаю, это интересная тема, но на каждого реборна нужны деньги, поэтому я думаю, тут все понятно. Как относятся родители к реборнам? Хорошо они относятся, положительно, никто не осуждает, все понимают, что это мое хобби, это, грубо говоря, моя работа, об этом, как к этому можно относиться. До скольки лет будешь снимать видео с ними? Не знаю, до скольки лет, как получится. Я думаю, что я буду долго снимать, в этом нет ничего такого, и даже когда будут свои дети, я не думаю, что я заброшу этот канал. Потому что в этот канал было вложено очень много сил, он неплохо развивается, по крайней мере, пока я очень надеюсь, что на этом канале будет 100 тысяч подписчиков. Это неплохой результат, ну, поэтому будет очень глупо его забросить. Какой реборн меньше всего нравится? Уже сказала Джозеф. Будут ли видео со всеми малышами? Обязательно. Почему продала силиконового реборна? Потому что силиконовый реборн это вообще реборн на любителя, он не сидит. Хотя у Семёновой Светланы один раз она делала реборн на 70 сантиметров, это очень круто, я бы очень хотела силиконового реборна 70 сантиметров. Но у силиконовых реборнов, у наших мастеров, к сожалению, быстро стирается краска, рвётся рот, они приходят в негодность, поэтому, наверное, нет. Единственное, взяла бы я, может быть, силиконового мальчика от Ольги Лаптевой, посмотрим, что будет дальше, возможно, возьму, но там уже узнаете. Хочешь ли себе молдтинг? Да, я бы хотела, но он маленький, поэтому я не уверена, но он очень прикольный, мне очень нравится, и я бы хотела, наверное. Хочешь ли для Лиама близнеца? Чтобы это уже было, мол, для Лиама. Вы знаете, я летом думала купить молд Лиам и сделать девочку, и были бы двойняшки, но потом как-то я отошла от этой мысли, потому что одинаковые молды, и как-то, мне кажется, не очень интересно. Хочешь завести лайк для реборнов? Нет. Первый реборн была девочка, ты её купила сама, или тебе заказали родители? Нет, мне её купила мама. Как ты накопила на столько реборнов? Ну, по-разному. В основном, все эти реборны куплены за деньги, которые мне дарили, но сейчас я получаю хоть какой-то доход с Ютуба, поэтому, в принципе, можно купить. Но ни один из этих реборнов... А нет, Алиса куплена на деньги с Ютуба. А остальные все просто копились деньги. Как ты набрала такую большую аудиторию? Моя аудитория пришла с видео, когда я снимала видео с реборном в роддоме, и вот тогда аудитория повалилась. Сейчас потихоньку прибавляются подписчики неплохими темпами, поэтому я думаю, что просто нужно заинтересовать зрителя, и к вам обязательно придут подписчики. Но не знаю, меня сейчас очень интересует развитие канала Никиты, я очень хочу его раскрутить, чтобы там было хотя бы 5000 подписчиков, как начальная точка. Очень я хочу хотя бы эту цифру добиться, на самом деле, поэтому я прошу вас всех подписаться, ему будет очень-очень приятно. Вот, кстати, написал Никита. Как у тебя появилась идея снимать Ютуб? Я создавала канал несколько раз, и он никак не развивался, но, видите, я не сдавалась, у меня очень был дикий интерес к съемкам, и получилось так, что вот, залетело видео, и я стала блогером. Сколько у тебя реборных было за все время? За все время... Значит, у меня сейчас 5 реборнов, и еще было 2 силиконовых. Получается, 7 реборнов было. Когда новый реборн? Не знаю пока. Какие каналы ты смотришь? Я смотрю Элизу, что еще смотрю? Алину Лав, смотрю Габриэлу Реборн, но на самом деле я сейчас немного смотрю каналов с реборнами, вот, в основном я все-таки сейчас хочу немножко... ну, не уйти, я не ухожу ни в коем случае, просто я хочу приложить силы к развитию канала Никиты. Сколько тебе лет? Мне 17, перечислили имена всех своих реборнов. Боже мой. Лиам, Тобиах, Джозеф, Есения и Алиса. И также 2 молодика лежат, но я не буду говорить какие. Почему продала Маю и Матвея? Ну, потому что это силиконовые реборны, повторюсь, они очень на любителя, очень-очень они на любителя. Какая была реакция у мамы? Мои родные долгое время не знали, что у меня вообще есть ютуб-канал. Несколько месяцев они не знали, и там была уже приличная такая, на самом деле, аудитория. И на самом деле узнали, и чисто потому, что у меня возник конфликт с Линой Ковиной, с мастером Лиама, я понимала, что он разгорается, и тут уже входит в этот конфликт мой канал, и я поняла, что надо говорить, потому что, ну, как бы, потом уже будет, ну, блин. И я сказала, все хорошо отнеслись, все подозревали, потому что постоянные съемки, хотя у меня страсть к съемкам и без канала, я считаю, что это очень важно в жизни оставить какую-то память, поэтому все хорошо к этому отнеслись. Когда будет неделя влогов? У меня через 2 недели каникулы, возможно, я сниму неделю влогов, если будет происходить что-то интересное. «Хотела бы завести канал Лиаму». Нет, это лишняя морока, лишнее время, не буду я этого сделать, потому что сейчас упали просмотры на этом канале, и как бы я пока не знаю, как и что будет дальше. «Как твои друзья относятся к твоим увлечениям?» Все прекрасно относятся, все относятся с пониманием, они не относятся к этому негативно, потому что они понимают, что это не шизофрения, а это просто работа. «В будущем хотела бы детей?» Да, конечно, я бы хотела очень, я хочу детей, поэтому... Мне кажется, почти все хотят детей. «Ты реально к Гриборным обращаешься как к маме?» Нет, девочки, это игра на камеру. Это действительно все игра на камеру, я вам прошу вас в сотый раз, не воспринимайте это все всерьез, это просто все игра на камеру, чтобы вам было интереснее, роллплей. «У тебя есть братик или сестренка?» «У меня есть брат, у папы от второго брака есть сын, да, и у меня есть брат, получается. «Ты будешь снимать видео летом?» Да, думаю, что буду. И надеюсь, что этим летом будет больше видео, чем прошлое, но думаю, что да, конечно, буду снимать. «Путешествия с Гриборным». Возможно, но это не точно. Я пока не знаю, будут ли какие-то в ближайшее время путешествия, если будут, и если будет возможно взять с собой Гриборна, то почему бы и нет. «Чем хочешь стать?» Я хочу стать реабилитологом, и я буду поступать на реабилитолога, поэтому надеюсь, что моя мечта осуществится. «Лиам» стоил 55 тысяч. «Есть в планах недоношенный реборн?» Да, возможно, один или два их даже будет. «Хочешь ли продать кого-то из коллекции?» Знаете, я бы, возможно, продала Джозефа, но я сомневаюсь, что его кто-то купит. Но я бы продавала его очень дешево, продавала бы его тысяч за двадцать, или бы обменялась с кем-нибудь. «Когда у тебя день рождения?» «У меня день рождения 7 февраля, а у Лиама 23 февраля». «Как ты относишься к негативным комментариям?» Раньше, когда только у меня появился канал, то я очень бурно на это реагировала, и сейчас мне реально плевать. Я не отвечаю на комментарии. Вот у Никиты сейчас канал, и он отвечает на эти комментарии, ну, ему это нравится. А я сижу такая, говорю, «Я на свои не отвечаю себя на канал». Он такой, «Надо отвечать!» Вот, поэтому, ну, когда у тебя появляется канал, да, а потом уже так ты больше отходишь и общаешься через видео с аудиторией, поэтому я никак к этому не отношусь. Как ты относишься к репликам Молда? Некоторые мастера с ними работают, и хотела бы ты реборной из реплики. Я нормально к этому отношусь, я не вижу в этом ничего страшного. Сколько ты трассив денег на реборной в плане кашек, вам сейчас, блин? Когда пришла первая зарплата с Ютуба, я потратила на одежду реборным 250 долларов. Ну, потому что она была новая, она была из Некста. А сейчас я не покупаю ничего, может быть, летом еще что-то куплю, но не особо много еще что-то покупаю. Хотела бы ты себе реборной из Молда-Саски. Да, будут ли когда-нибудь конкурсы? Возможно, будет какой-то конкурс, я подумаю. Есению делала Регина. Вот, ссылку на ее канал тоже оставлю в описании под видео. Тоже переходите, подписывайтесь. Во сколько замуж? Боже, такие глупые вопросы. Как позовут, сразу пойду, не переживайте, пожалуйста. Вот как только меня позовут замуж, сделают предложение, я сразу же пойду. Когда у тебя родятся дети, ты кукол им отдашь? Нет. Я даже больше скажу, что я сказала своей маме, что я не куплю своим детям реборнов, потому что это, ну, это дорогое удовольствие. И мама такая говорит, вот я тебе купила первого реборна, а ты вот так вот к своим детям. Ну, на самом деле, посмотрим. Это всего лишь мои слова сейчас, но я думаю, что если у них и появятся реборны, то лет в 14, может быть, если им будет это интересно. Продолжение следует...